Сказка Сергея Козлова «Лисичка» Это был необыкновенный осенний день. Было столько синевы, столько огненных листьев, столько солнца, что к вечеру медвежонок заплакал. «Ты чего это?» – спросил ежик. «Не знаю», – сказал медвежонок. «Плакать хочется». «Да ты посмотри!» «Я видел», – сказал медвежонок. «Потому и плачу». «Чего же здесь плакать-то?» «Радоваться надо», – сказал ежик. «Я от радости плачу», – сказал медвежонок. «Разве от радости плачут?» «Еще бы!» И медвежонок разрыдался. «Успокойся, что ты!» Ежик погладил медвежонка лапой. «Завтра снова будет солнце, и снова будут летать листья и улетать птицы». «Улетать!» – всхлипнул медвежонок. И разрывелся еще пуще. «Но они прилетят», – сказал ежик. «Они вернутся!» «Пройдет зима, снег растает, и они вернутся». «Зима!» – медвежонок горько плакал и весь драгивал. «Ну да, зима, но она пройдет, и все будет снова». «Не хочу!» «Не хочу!» «Слышишь, чего ты не хочешь?» «Чтобы все уходило, улетало!» – крикнул медвежонок. «Это ненадолго», – сказал ежик. «Ты же сам знаешь. А как красиво зимой!» «Зимой я тоже буду плакать!» «Зимой?» «Да!» «Почему?» «Мне будет ее жалко». И медвежонок уже так расплакался, что ежик понял, словами здесь не поможешь. «Бежим!» – крикнул он. «Куда?» Поднял зареванные глаза медвежонок. «Бежим!» – говорю. И ежик схватил медвежонка за лапу и потащил в лес. «Куда ты меня тащишь?» Они пробежали мимо старой сломанной березы, перешли по сгнившему мостику ручей, переползли через срубленную осину и, петляя между горелых пней, поднялись в гору. «Смотри!» – сказал ежик и показал медвежонку гриб лисички. Маленький золотой гриб, поджав коленки, в сумерках сидел во мху. «Видишь?» – сказал ежик. «У него нет ни папы, ни мамы, ни ежика, ни медвежонка. Он совсем, совсем, совсем один и, как видишь, не плачет».